с видом говорит на туалет доброе утро за хрень париться с организмом друзья кто подскажет вчера специально стану пораньше будильник не заводил уже буду спать пока сам не проснулся в 9 вечера спать лег все кто-то никуда спешить не надо времени на все хватает ехать осталось что вы думаете 3 часа ночи в 3 часа ночи деньги продрал и все и больше не уснул на следующем повороте поверните направо я в шоке встал кино сделал чаю напился ну что еще делать поехали вот пол шестого 9 полчаса пауза получилась сыгрался минимум 11 а то и там в 12 простоя даже говорю пока не высплюсь такое было дикое желание тут часов в 10 наверно проспать вообще без перерыва на следующем повороте поверните направо у нас тут группа своя есть советская называется пацанам скидывают доброе утро те в москве еще не ложились кто в москве кто где-то было много ребят белоруссии с украины там общаемся весело я говорю пацаны доброе утро я говорю ты что заболел у тебя же говорит 3 часа ночи не спится ни фига так что вот ну есть свой плюс сейчас мы кемерово пройдем с утреца пока еще вещество и народ только просыпаться будет на работу туда-сюда а мы уже проскочим что без утренних пробок заедем на заправку а так нефть едем заправимся ну и что поедем ну поедем дальше а что делать что сидеть в этой кабине если не спится все дела по поделам с утра обычно на все это времени не хватает на эти видео там просыпаешься иногда там просыпаешься и завтра, конечно, и в этот момент видео там что-то пытаешься делать а тут все по отдельности я понял там надо раньше спать становиться все-таки природу свою не изменишь в Африке жавора в Африке жавора езда до 11 до 12 ночи не вставляет 9 ну максимум 10 все больше десяти вечера надо стоило лучше в 7 утра выехать в 7-6 утра мне так кажется вот 31 километр до кольца топки ну и там подумаешь как всегда по своему маршруту кемерово проходим ну в общем до города нам 70 километров 73 уже разойдем в кемерово как раз нормально сейчас пол шестого пол седьмого отлично как раз кемерово проходим пока все спят норм скоро светать начнет тоже хорошо вот пока мы тут часик чапали по объездной ведь уже и рассвет новый день пятница число не помню сейчас скажу 24 за бортом плюс 1 сентябрь направо Ленинск-Кузнецкий а налево ну прямо в любом случае либо направо либо налево в Кемерово я вот не знаю а что они тут по прямой бы вот еще ну мы сейчас так левее пойдем в Кемерово прорыли бы уже по прямой бы ну там правда мост надо еще один строить и все и вообще бы Кемерово обвели бы где ему там березы с как бы выходили то есть совсем Кемерово Кемерово не цепляет я тоже понимаю да такой такая артерия можно сказать это единственная артерия не можно сказать а это единственная артерия на восток то есть весь поток грузовиков идет этой дорогой и вот все потом берут и загоняет в город неужели вот так вот нельзя по прямой как-то там можно было бы желание бабло наверно нет ни одного ни второго второе было но не дошло по назначению но факт остается факт конечно такой город как Кемерово Вачинске то объездную делают то и в этом не Вачинске в Каннске а Кемерово столица Кузбасса интересно так наблюдать раннее утро в большом городе на работу спешат кто на машинах кто пешком кто общественным транспортом такая заспады такие силы глаза отрёт еще без 27 еще только начало дня сельпо надо было конечно какой попасть естественно все еще закрыто в Вачинске наверное сходим телка спит прям посреди дороги обычно вот эту пятерочку с правой стороны удобненько так машину поставил пошел сходил вот там и едем на Татнефть в этот раз получил команду заправляться на Татнефть что троллейбус уже с утра сломался сломился бедолага бывает нормально до ценули на одном баке вон видите один процент даже показывает еще ну ё-моё зачем ты загорел за красным проходи ученик или ты не ученик не ученикам еще рано какой всем утро ученики чтоб вставать должны вот сейчас мы там тройной замер сделать посмотрим по компьютеру сколько мы пробежали кулометров зеленый можно ехать вот сколько компьютер нам показывает сожгли мы топливо и ткнем линейку замеряем потому что я полный полный бак там вообще переливаться даже хотела уже через горловину так что берем из расчета что у нас там в челябинской объездной было 600 литров основной баку на 600 литров вот и потом посмотрим сколько влезет на заправке опять же будем попывать попов до полного в т.к. 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 а нет кирпич и 150 метров не сделали реконструкция бульвара сосновый а увидите за ними спят на заметку вообще все разломали мы хотим идем тут потом должны т.к. что мы имеем на сегодняшний день и так смотрим приехал до один процент где у нас здесь дополнительный счетчик пробега счетчик пробега номер два проехали мы с этого 1848 с половиной километров выдала нам оттуда расход от челябинска 28 литров при общем расходе 37 сожгли мы 518 литров пятьсот двадцать группа значит у нас сейчас в баке должно быть 680 литров ну я допускаю что по самую крышку можно впихнуть где-то литров 620 может быть 630 потому что я уже там лил по самую горловину там чуть ли не выливалось я допускаю то есть сейчас мы линейку кинем но судя по тому что по датчику у меня сейчас где-то литров 100 ну не по датчику а поэтому по компьютеру раз один процент это значит где-то ну примерно литров сто сто десять сейчас еще раз линейку китаем и посмотрим сколько нам войдет так и она Девять сантиметров на девять с половиной, девять в девять восемьдесят один. Восемьдесят пять, восемьдесят шесть. В принципе, все точка, все четко. Значит, компьютер у нас показывает четко. То есть, ну, я же говорю, что там восемьсот, шестьсот, шестьсот десять, шестьсот двадцать, ну, не столь важно. Компьютер показывает примерно четко. Восьмая. По идее, нам должно влезть пятьсот двадцать литров. Так? Так. Заказываем. На всякий случай заказываем шестьсот. А там посмотрим. Все, побежала. Сорок девять, ноль пять здесь. Девечку отнесем на место. Сейчас посмотрим. Заказал шестьсот, потом возврат. Здесь-то возврат без проблем делается. Так, тихо все. Еще не шипит. Слава богу. Пока. Ну, тут, смотрите, совсем все разрыли. Оболнеет. Даже у этих... На шильде, вон, ничего не светится у этой, от нефти. Так, машинка уже, видите, наш потихонечку принимает рабочий вид. Вымазывается. Так. Ашкурдо. Вот. Сейчас заправимся. И что? Поедем, наверное, в Березовский. Заедем в этот. Как его? В душ сходим. В общем, ждем. Ну что? Вот оно точно так же по горловину залито. Вот результат. 20 литров на 500 на полтонну. На полтонне 20 литров. На тонне 40. Ну вот, получается сколько? Полтонна 20 литров. Литров 4. Особо недалек. Вот. Как-то так. И скажу. Я думаю, что буду недалеко от истины. Ну. На большинстве заправок такая фигня. Есть ли на 100%? Конечно. Кулаками себя вбить не могу. Не проверив. Но. Фига себе. Тут главное прицеп туда. Вот. Не уронить. Вот в эту вот ямку. И нормально. Ну и, исходя из собственного опыта, уже сколько всяких разных заправок не довелось повидать. Не доливают везде. На следующем повороте поверните направо. Может быть, где-то льют и честно. Может быть. Я ж не спорю. 1% оставим. Но в 99% случаях идет недалев. И говорю, этот еще недалев не самый страшный. Бывало, заправки заправлялись. Там десятку сутки не доливали. Десятку. Здесь недалевают где-то, ну, получается, литра 4, наверное. Ну, да. 4 литра. Сотни. 4 литра сотни. Это, в принципе, это нормально. Когда десятку не доливают, сотки. Вот были такие заправки. Они и сейчас есть. В Брянской области фулл-танк такой когда-нибудь буду там проезжать, покажу его. Нас там требовали заставляя, заставляли там заправляться в бывшей конторе. Ну, там топливо копеечное, качество тоже соответствующее. Да приехал, 300 литров, заказываешь. Блин, на эти 270 заливает. Линейка. Самое точное это линейка. Линейку засунул, ты увидел сантиметры, посчитал. Потом еще раз. Здесь, что считаю? Вот сейчас все, вообще все просчитано. 600 литровый бак, 520 сожрало, 80 влазит. Десятку допускают туда-сюда. Но она не долила здесь. 100%. И нарос нефти здесь в Кемерово. Санька там говорит, давай, говорит, замер сделаем. Говорит, говорит, одному мне не доливают здесь на Роснефти. Либо как. Ну я это. На Роснефти это не заправлялся. Я думаю, что то же самое. Говорит, как не приеду в Кемерово, говорит, расход 1 показывает. Не только в Кемерово, везде. Ну вот, как конкретный пример. Расход 1. А в бак влазит совсем все по-другому. Вот даже сейчас взять, да, получается? У меня получается 228 выдал на это расстояние расход. Добавляем еще двадцатку и уже не 28, а 28,6. Вот и все. Простая рифметика. Ну, я думаю, что Америку этим не открыл. никому. Это давно известный факт. Ничего здесь такого экстраординарного. Нормальное явление. Недолив на заправках. Вообще ни о чем. Вот эти, да, вот пока мы заправлялись уже восьмой час. Своицы Кемерово оживает, еще больше оживает. Люди на работу. Ну, нам-то что? Сейчас там вон налево, направо и брысим из города. Я, как мы, вовремя. Все-таки правильно, чтобы пораньше поехать. Сплошной поток идет. Вот здесь-то еще хоть еду, да там уже вот на этом перекрестке, который такой дурноватенький. Там уже и колечко стоит километр, наверное, больше на светофоре. Чувак, вот думаете, на этом Газпроме точно заливает? Сомневаюсь. Сомневаюсь я, к сожалению. не везде проводил такие замеры, но что-то мне подсказывает, что все везде одинаково. Какое-то вот чувство или на этой шелке. Может быть. Может быть. Но пока тенденция и бренд совсем по-другой. Что идет недолив, причем повальный. Где-то больше, где-то меньше. Двадцатка с полтонны, сорок литров с тонны. Это не недолив, это вообще ни о чем. Это я вам так скажу, это можно сказать, что все в пределах нормы даже. Интересно, интересно. Давно я тут на посту гаишников не встречал. Навы езде с Кемерово. Бдють. Чего-то тут с утра пораньше. Погнали. Да, поедем в Березовский сейчас заедем. Сходим. По процедуре примем. На этой идее ночевал. Что-то я там мне говорил, там где-то с вечера там баня есть. С вечера мне ничего не хотелось никуда идти. А посреди ночи идти, душ выпрашивать. Схожу здесь. Сегодня мафиозная структура будет опять атаковать. Надо же выглядеть солидно. все небритый. Так, тут надо заехать отсюда, наверное. Там напрямую на стоянку не замернешь. Так, если сделать разрыв сплошный завернешь. Зачем? Должны немножко народ разъехаться. разъехаться. Пройдите 2,3 километра. Найдем на где станет. Найдем. стоянка написано гостиница. Раз гостиница, значит, когда уж есть. Выезжать нам опять сюда же. Перепроложить. Выезжать сюда же, по кругу и сюда назад сдать. Сюда назад еще спокойненько. Это здесь ротвейлер сорвался. Я как-то зимой сюда заехал. Вон будка вот эта. Там такой этот теленок такой прыгал, прыгал, прыгал. Потом раз смотрю оторвал цепь. А тут паренек на газели там что-то тоже шел мимо. Короче, ротвейлер сам не понял, что он освободился. Пока ротвейлер соображал, этот паренек смотрю, я не знаю, наверное, все рекорды побил по добеганию и залазим газель. Там такой хороший борь был. Я имею ввиду ротвейлера. Так, вот не поедем в грязь, сильно не будем заезжать. Сейчас оттестируем. Ну, как вы видите, даже с толчком. Редактор субтитров